Горьев это написал, это не я все. Сижу я на кочке в болоте и кушаю хлеб с колбасой. Подходит ко мне незнакомец, размокший, страшно босой. Я провалился в болото, тоскел он мне говорит. Оставил там целых два бота, и тюдник это удалит. Рюкзак с очень ценным снарядом, и то, в чем я кашу варил. Сказал так, и плюхнулся рядом, и больше он не говорил. И был он такой размокший, до того босой, Что я под алчинским хлебом, а также и кубасой. Пошли на экскурсию дети в цветник, Росли там большие цветы. В шмеля превратился один оченник, И хоботом в рыбьце проник. В пысьне изгущенного молока был сок хризантем и азалий. Когда отрывали шмеля от цветка, он больно Петрова ужалился. Да ну растерзился до слез Петров. И сунул, и... От Петя Пушкина что-то. И что-то такое... Не, я не забыл, но просто слово... Неважно. Да. Отпускают. А, и кинул шмеля в цветы. В Другом цветов улезает СИЗОВ. Чего так пихаешься ты? Не будешь толкаться в следующий раз ответил ему СИЗОВ. Да-да, поддержал его целый класс, ты первый начин. Я тоже скажу. Сижу я в болоте на кочке. Только что же. Сижу я в болоте на кочке и кушаю хлеб с колбасой. Незнакомец. Незнакомец. Какой? Размолвший. И очень босой. Страшный босой. Страшный босой. Я провалился в болото. Ускливо. Оставил там целый два бота. И тюдник. И тюдник. Не дарит. Рюкзак с очень важным. Ценным. Важным. Ценным. И то, о чем я кашу варил. В чем? В чем я кашу? Сказал он и плюхнулся рядом. И больше. Он не говорил. И был он настолько промокший. И до того босой, что я поделился с ним хлебом. А также и колбасом. Спасибо. А вот еще. Вспомнил. Ложкой мешая в кастрюле, Сидоров ел крахмал. Раскачался на стуле, на затылок упал. Лежал он так и думал, ложкой себя скребя. Как хорошо, что костюма нет еще у меня.